Кристин, скажи, пожалуйста, вот ты у нас пробыла в отчим доме три недели, а, две, по ощущениям, что три, вот, и ради каких бы трёх моментов ты бы ещё раз приехала сюда? Я бы приехала сюда ради людей. Здесь собираются очень интересные люди, и они все со своими какими-то целями, со своей душой. Здесь пространство, где ты можешь, где я могу не стесняться, быть открытой, вот это вот сонастроиться с душой другого человека, вот, и он тебя понимает, я его понимаю. Всё-таки люди, это здесь очень имеет значение. Ну и, конечно же, поле мастера, умение, оно сильное, оно даёт такую какую-то творческую энергию, немаловажное. Вот. И для меня, что важно, я отметила, что я вот эти все моменты, которые я вижу, которые происходят в доме, это вот, когда мы вместе готовим, когда мы вместе обедаем, когда мы за столом разговариваем. И вот что чаще, что разговоры, они рождаются за обедом, такие интересные, например, что-то прозвучит. Я это всё буду привносить в свою жизнь. Сюда вернусь. Вот. Это место силы. Хорошо. А вот я заметил, что ты когда приехала, ну, для меня уже эта обстановка, ну, знакомая, а для тебя, наверное, была незнакомая, и такая была некоторая, как мне показалось, роль послушной девочки. И вот у нас была ситуация, когда я тебе что-то сказал, а ты с таким раздражением отреагировал, ну, хорошо давать советы. Это вот, ну, я вот как бы в первый момент увидел другое тебя. Вот. Как, что, ну, вот. Как ты, знакомилась ты с собой с разных сторон здесь, и что тебе для этого способствовало? Ну, наверное, здесь всё же тут какое-то такое пространство, где ты хочешь быть нужным, ну, вот, по моему ощущению. И чаще всего здесь качество больше проявляется какой-то вот удобности, послушности. То есть ты в этой общении, ты вместе с людьми. То есть если ты, если я буду как-то там что-то свои какие-то, ну, произносить это как-то с таким тоном, а что я это буду делать? Оно не будет вот этого общего какого-то творческого, ну, вот этого состояния реки в этой общности. Вот. И... Но всё же индивидуальность терять я не хочу. То есть индивидуальность, она так и важна. То есть не сливание... А я про индивидуальность и говорю, что как ты раскрывала здесь свою индивидуальность. Как раскрывала? Да. Потому что вот... Знаешь, Саша, я здесь больше... Больше вот что во мне здесь сильно укрепилось, это действовать, как я хочу. Вот я хочу вот так делать, я это делаю. Я не хочу. Я вот себя не заставляю, я это не делаю. Во мне это вот сильно здесь, я это почувствовала очень сильно. Если в городе, в таком пространстве, в шумном, ты там... Я начинаю вот куда-то там отклоняться от своего внутреннего, а здесь я в этом состоянии и с людьми, я понимаю, я хочу так. Я хочу, и я буду делать вот это. Но вместе с тем не забывая про людей. То есть это всё равно, это... Это общность. Вот. И вместе с ними, вместе с людьми ты раскрываешься тоже. Вот так. Были какие-то моменты, вот, которые, ну, были для тебя сложные по проживанию или непонятные, а почему так? Сложные были, знаешь, какие? Когда происходит какая-то плотность... Контакты, да? Да, контакты, например. И ты хочешь сказать, мне неудобно, а ты себя сдерживаешь. Вот в этом мне сложно. То есть я себя уже на тот уровень стараюсь переводить, что если мне неудобно, я говорю. А бывает, я себе замечаю, что я такая, хоп, остановилась такая, затихла такая. Не сказала. А потом, потом проходит время, что-то скажет батюшка такое, вот, ну, именно в беседах. Ну, такую вещь. И ты подходишь к этому человеку, и ты ему говоришь. А вот как тебе было? Вот я, наверное, так отреагировала, или вот я, наоборот, на твою реакцию, мне как-то вот было неловко, мне было как-то вот неприятно. Ты вот это имел в виду? То есть потом я уже подхожу к этому человеку, и вот с ним происходит взаимодействие. Человек меняется в глазах, он улыбается. Ему тоже приятно, что его чувства как-то вот описали, как-то выделили. Это вот как вчера в леситую раму. Как тебе? Я понимаю твои чувства, я понимаю. Это так важно, понимать чувства у другого человека. И вот ты хорошо сказала про людей, что очень разнопланные люди приезжают в отчий дом. И что дало тебе общение с ними? Ой, это ответы на твои внутренние вопросы. Это пространство, вот. И самое, что я понимаю, я задаю этот вопрос, я в себе его не держу. Я задаю этот вопрос. Кому-то конкретно, да? Даже не кому-то. Вот помнишь наш семинар «Розенметр»? Я обозначила свои переживания, я их задала в кругу. Садишься за стол, обедаешь, завтракаешь, ужинаешь, садятся люди. Или просто ты гуляешь. Подходит человек, и он тебе путем проживания, не советом, путем проживания своего опыта, он тебе говорит. А у меня было так. А я вот это так чувствовала. И ты такая, о, наверное, я это возьму. Вот это здорово. Окей, благодарю. Спасибо.